всем привет в эфире первый выпуск новой серии на моем канале посвященной старине разных городов северного кавказа и в первую очередь города краснодара то есть это различные люди события места из истории краснодара екатеринодара которых я буду рассказывать и поскольку основной блок у нас про черкесов поэтому и первый выпуск именно этого направления я решил посвятить черкесскому деятелю который оставил немало след в истории екатеринодара речь пойдет о черкесском купцы заводчики и меценате но и общественные деятели города екатеринодара лю нахлухловича траха лютрахов родился 1 октября 1854 года в ауле шэнджи сам этот аул очень богат так различных творческих личностей в разные времена там оттуда появлялись известные адыгские писатели сам аул этот он расположен в таком интересном месте вокруг него очень много различных археологических памятников многие из которых тянутся скажем так со времен еще вас польского царства самый первый памятник 210 года нашей а в этом же улик сати родился и вырос бекуха хмета которому как-то упоминали в выпуске про черноморские линии эти выпуски про аккурат и создатели первого адыгского алфавита на основе арабской графики к сожалению сюда его казалось печально он умер ссылки в сибири и так вот родился вырос страхов этом ауле образование у него не было у меня не отучился да и в то время это было довольно сложно еще в черкесских землях конце во второй половине 19 века он был такой активный предприимчивый парень и сумел подрядиться доставщиком древесины из-за кубани обычно в общем-то извозчиком который перевозил древесину и на этом на этом фоне когда началась постройка новороссийской железной дороги он подрядился подвозить шпалы на эту дорогу на чем в общем-то спустя время преуспел то есть в течение своей большей части своей такой активной жизни до зрелого возраста он занимался с сбором средств он рос как предприниматель накапливал капитал на него работал достаточно большое количество людей которых он устроил да они получали средства и скажем так могли существовать более достойным по тем временам это была тяжелая работа но она очень хорошо оплачивалась таким образом после постройки вот этой железнодороги накопив определенный уже капитал страхов перебирается в екатеринодар где я покупают участок земли себе около корсуна кусочек на улице ныне мира тогда называлась екатерининской прилегающей к улице насыпной ныне гудима а на этом участке он строит себе кирпичный дом который в 1895 году уже был закончен и он у меня уже проживал дом этот сохранился по сегодняшний день но об этом чуть позже спустя пять лет траха покупают у курсов хомяковых действующий краснодарский кирпичный завод ходил с вами в районе панского кута он относился довольно как-то современного рассказалось на качестве продукта с его стали замечать этот кирпич стал пользоваться популярностью даже на 3 кубанки проходившие в те годы в краснодаре екатеринодаре тогда еще траха у отдела черепицы кирпича была произведена золотая медаль чтобы понять каков он был как общественник как лично что вспомнить эпизод случившийся русско-японскую войну когда он несмотря на то что у него была семья уже дети то что он уже был в общем то таком немалом возрасте к нему уже было 50 54 года больше 50 точно уже было и он записался добровольцем в войска на русско-японскую войну значит тогда именно с таким призывом и командующий кавказским округом генерал голицын обращался к народам горных республик северного кавказа и вот среди в эту группу черкесов таких патриотично настроенных он и вызвался на эту войну тем не менее он как на нее не попал его не при мне не взяли скажем так войска по возрасту но он тем не менее он активно помогал всем чем не вне зависимости от национальности кто участвовал в этой войне позже из этого всего выросла так называем благотворительность он первым в екатериндаре поставил построил дом помощи бедным в котором независимости от национальности могли прийти бедные люди покушать переночевать получить какие-то средства для того чтобы немного себя в жизни так обустроить вот тем временем после этой войны в 1906 году он приобретает ильтрахов приобретает мост понтонный и паром устраивает там же своего имени этот паром действует по настоящее время в начале улицы ставропольской ведет он в аул козет при этом он к парому и от паром и в аулы построил полноценную дорогу из складки единственный минус этого моста в том что он приносил в основном только несчастье своему владельцу потому что постоянно всячески ломался то там кто-то тонул то там какие-то несчастные случаи происходили то есть он и так был в печальном состоянии сделать с ним уже было что-то сложно в принципе его в 20-х годах и разобрали уничтожили этот мост понтонный оставив только паром тем временем он у лютрахов увеличил свою такую социальную активность в городе как про него говорили что в принципе был такой человек справедливый не без плохих каких-то качеств без вызывающих то есть он мог общаться напрямую даже с бедными никакой сложности с ним при встрече не возникало то что встречался с людьми активно также он внес свою лепту стал членом кубанского поощрительного общества скакового ну как черкес он любил все скачки и соответственно носилась до свои денежными средствами или какой-то своей активностью вклад в развитие скакового общества тем не менее есть что говорится отношениях самим черкесам то он активно и помогал обустраиваться в городе он попечительствовал миновой торговли рыночной торговли вот члены черкесов которые приходили за улов сбыть свой продукт он же проводил вечера черкесской культуры в городе но при этом он еще и было глубоко верующим человеком мусульманином даже успел сходить в мекку получить статус хаджи в пору своей деятельности литрахов лютрахов построил достаточно большое количество зданий в городе екатеринодаре частности ему принадлежали квартальные застройки по улицам гоголя гоголевская тогда и борзиковской коммунаров то есть целые участок домов и участок домов по улице екатерининской нынче эта улица мира от седина современной до насыпной так называемый тогда не гудима где стоял его основной дом свое здание вместе с мечетью двухэтажное здание было на улице бурсаковской ныне это перекресток улиц красноармейская гоголя там сиди сейчас находится дранки бар значит второй этаж этого здания он сдал под гостиницу элитного характера назывался на пышным названием нью-йорк и являлась довольно такой фешенебельной гостиницы по тем временам здесь оркестр и оркестр звучал здесь значит огромное количество там таких блюд и вин различных российских зарубежных московские шефы готовили здесь я также и мечеть он поставил позже чуть около своего дома номера более позднее время когда уже реквизировали все это это все здание было перестроено об этом чуть ниже что касается других проектов вне екатеринодара так в частности трахов арендовал у черкесов чибийские плавни это вот все что к югу от краснодара кубани для того чтобы их осушить и сделать там поля для пахоты но сушка начата летом единственного года она была как бы проведена с нарушением технических условий и не привела к каким-либо полезным результатам но тем не менее вот это сооружение чибийский канал магистральный он так называется сейчас продолжалось продолжать существовать сегодняшний день он так называется траховский канал соединил этот канал у стерики чибий с сустима фипса и значит сегодня используется для решения рисовых чеков в этой работе полезно было также то что он построил два канала и дамбу в районе хуторов яблуновский новый сад чем осушил их достаточно болезненные долотистые местности сюда стали собираться паводковые воды и кубани и фипс тем не менее несмотря на то что не получилось нормально это все за осуществить вот этот канал продолжал использоваться поля вокруг него для посадки овощей различных для пропитания железнодорожных работников на российской железной дороге ну и строителей те же времена примерно появляется объездная дорога она называется не южный обход между на российской джунгенскими трассами к югу от краснодара именно он полноценно эту дорогу выстроил так чтобы на ней можно было спокойно передвигаться колесному транспорту что касается постройки мечетей то кроме краснодарских мечетей также им была выстроена первая именно на северном кавказе кирпичная мечеть в ауле шенджи у себя в родном ауле на этот праздник собрались по и в случае открытия собирались главы вот этих всех аулов старшины приезжал наказанный атаман кубанского войска то есть по сути губернатор края так бывший бывший был наказанный атаман малама и на тот момент действующий последний бабыч которые очень уважали трахова и как бы об этом не скрывая говорили чуть позже он также построил и еще в одной мечети в черкесских землях аулика шахабль дружим он был кстати с василием клеймова на минс считает признан на лучших глав города екатеринодара к лету 14 года уже довольно будучи потом приличном возрасте лютрахов поехал пятигорск для того чтобы поправить здоровье пошит на уши секунду моменту и здесь в гостинице брестоль 9 июля в возрасте 60 лет он скончался от болезни похоронили его в родном ауле шэнджи эпичный вот этот завод в краснодаре работу продолжил при посредничестве сыновей трахова которые переполучили его наследство и продолжили деятельность продолжали действовать мечети так например в четырнадцатом году с началом войны вот в той мечети которая находилась при его доме на мир и 61 там проходил торжественный молебен с большим количеством лиц посвященные победе русского оружия патриот и такие собрались вот и обсуждали всю эту тему действовал его попечительный дом значит активная помощь шла солдатам ушедшим на первую мировую войну тогда уважение к нему было довольно настолько большим даже после смерти что 17 году кубанский казнатаман бабыч позволил черкесам строить активно мечети в память о именно трахове в городе но к сожалению именно большого такого активного строительства не произошло здесь с наступлением революции касается наследников лютрахова то было двое сыновей хамид и миджит и дочь екатерина которая болела туберкулезом очень там доставляла неудобства хлопоты семье но с годами переборола свою болезнь и пошла на учебу в женскую гимназию хамид трахов окончился петербургский институт путей сообщения работал инженером-строителем брат его миджит тоже получил высшее образование там же стал членом попечительского совета кубанского войскового приюта для девиц но в годы гражданской войны частично большая часть семьи траха вынуждена была мигрировать за рубеж из потомков неизвестен инвер махмудович трахов это ученый землестроитель он поныне живет в регионе значит здесь у нас является действующим членом нью-йоркской академии наук со стороны те кто остался здесь жить родом из аула шэнджи асланы смейлыч трахов председатель президиума верховного суда республики адыгея в двадцать восьмом году адыгейский облсполком отпустил которое количество средств для переоборудования под жилье здания мечети в крисандаре двадцать втором году после того как сыновья трахова продали вот то самое здание с гостиницы нью-йорк купцу гните его в втором году советская власть или реквизировала это знание забрала себе и она находилась государственной собственности в двадцать восьмом году гадыгейский исполком выделил правильное количество средств для переоборудования этого здания под жильем в том числе и под жилье пошли и здание мечети устроены в краснодаре траха в тот год вся недвижимость хамида и меджида траховов была реквизирована и отобрана в пользу народа само же имя их и собственно трахова в общем-то в советской историографии было надолго забыто однако в двухтысячных годах уже российской федерации память трахов вновь активно стала восстанавливаться как силами отдельных энтузиастов так и наследниками наследниками семьи траховов которые сумели как бы восстановить свои семейные связи найти поддержку со стороны властей города краснодара так в 2015 году был полностью реконструирован дом признан историческим памятником дом на мира 61 в котором проживал трахов там значит была открыта мемориальная доска своего барельефа присутствие высшей власти краснодарского края и республики адыгея и на тот момент с энвером траховым было предложено превратить этот дом в адыгский культурный центр с музеем и курсами по изучению национального языка адыгского языка таким образом в настоящее время память о таком справедливом и честном активном деятеле который связывал два народа пограничных в этом городе екатериндарь и стал по сути частью его памяти была восстановлена и настоящее время на вот напоминает потомка о этом деятели очень многие высказываются что он был бы хорошим примером предпринимателя который относился к делу не только с целью наживы но и что-то делал вообще так чтобы это осталось в памяти потомков поскольку сколько он заработал и что с этого имел потомки в общем то не запомнили но хорошо запомнили те дети деяния которые он делал для людей на этом все в следующем выпуске я еще не знаю чем поговорим но о чем то поговорим тем много здесь и не буду публиковать их заранее подписывайтесь комментируйте ставьте лайки с удовольствием пообщаюсь на тему того понравилось не понравилось вообще как бы направление этой ветки канала будем развивать или нет и куда бы было бы интересно заглянуть какую историю какого города и в истории такого события но это все пока